Шуховская башня стала сегодня предметом бурного обсуждения. Группа архитекторов и общественных деятелей выступает против ее переноса на другое место, в том, что творению Шухова необходима помощь. Никто не сомневается, вот только каким образом пыталась разобраться Ольга Стрельцова. Под мягким снегом, в легкой дымке, башня совсем не выглядит на свои 92. В марте 22-го ее официально ввели в строй, а сегодня ведут разговоры о том, как спасти, чтобы из строя не вывести. При ближайшем рассмотрении Шуховская башня будто соткана из кружев. Воздушная конструкция, правда, за колючей проволокой и за замком. Подойти к ней на близкое расстояние, чтобы рассмотреть каждую деталь, может далеко не каждый. Необходим спецпропуск, так что башня пока вне досягаемости для широкой мировой общественности. Башня должна находиться на открытом пространстве и доступна для публики, потому что сегодня Шуховская башня находится на огороженной территории, куда не может попасть ни один человек с улицы. И кроме этого, она находится в зоне достаточно плотной городской застройки. Ее не видно. О новом месте для Шуховской башни говорят уже весьма активно. Называют территорию ВВЦ и парка Горького, Калужскую площадь и Воробьевы горы. Но участники сегодняшней пресс-конференции слышать не хотят о переносе. Согласны, надо бороться с коррозией металла, с медленным разрушением конструкции, но не отходя от Шаболовки. Реставрировать прямо здесь, не торопясь. Реставрировать, изумеется, на месте. Поэтому мы предложили взять ее в некий кожух, который такой многофункциональный объект. Он позволяет, не спеша, проделать все необходимые манипуляции из башни, чтобы сделать полноценную экспертизу, потом ее реставрировать. Сколько продлится подобная неспешность, сказать сложно. Пока архитекторы разрабатывают свои собственные проекты, а башни заботятся на государственном уровне. Министерство культуры не возражает против перемещения башни. У меня есть официальное письмо из Министерства культуры, где они говорят о том, что перемещение башни возможно. Эта маленькая баночка – большая редкость. Образец краски, который покрывали Эйфелеву башню в последний раз, пять лет назад. Затем был яркий праздник с последующим весьма прибыльным продолжением. Семь миллионов посетителей в год. Может быть, и наша красавица подобного успеха дождется? Она того заслуживает.